Привет, всем! Это Олег с вами на канале QS английский язык. Стой с нами и вы сможете узнать очень интересно про пропозицию. Итак, мы рассмотрим предлоги. Предлоги prepositions, само слово prepositions, предстоящий, предпозиционированный, preposition, prepositional, prepositional control, предложное управление, мы можем так называть его. Итак, предлоги. Предлоги бывают позиционирование себя в пространстве и во времени. Одни и те же предлоги ведут себя по-разному. И если мы возьмем самые известные предлоги, то посмотрим, что такое предлог. Допустим, предлог on. On это и предлог включения. Допустим, to turn on, to turn off. Включить, выключить. То есть, on это также предлог. Допустим, есть такой ключ. Мы кладем его на руку и мы говорим There is a key on my palm. На моей ладони. То есть, on the table. И так далее. On это также предлог, который можно мысленно отзеркалить. Поставить рядом зеркальце и увидеть наш подобие предлога по. По какой-то теме. Допустим, книга по географии. A book on geography. A book on geography. Книга по математике. A book on mathematics. A book on maths. По теме математических примеров. Книга по английскому языку. A textbook on English. Но если книга на английском, то книга находится уже в капсуле английского языка. Своего рода такая блестящая капсулу, цилиндр. Представьте. The book is in English. Если мы хотим книгу перевести на английский язык таким образом, в эту блестящую хромированную капсулу мы кладем вовнутрь этот предмет. То есть, какой-то абстрактный предмет, книгу. Я бы хотел иметь эту книгу переведённой. Into English. Волнут. Into. Into my pocket. Допустим, тот же ключ. Into. I put this key into my pocket. I take the key out of my pocket. Into my pocket. Out of my pocket. On my hand. In my hand. On the table. Какие ещё у нас есть предлоги? Предлоги над. Over. Over. Этот предлог ещё символизирует собой какое-то окончание какого-то действия. Ну, например, допустим, our lesson is over. No, it's just about to be over, but wait a while. Take a while and we'll get to know a little more. Немножко подождите и мы узнаем немного больше. Итак, поскольку время проходит сквозь человека, идёт по мироощущениям вперёд, вправо, вниз, вот такая вот орбита во времени, то она остаётся слева, позади и вверху. И когда мы говорим, что что-то завершено, что-то закончено, мы говорим, game over. Игра над нами уже, да? Или мы говорим, time is up. Не то, что время, всё, время закончилось. Ну, вот такое вот клише есть. Time is up. We have to go home. И так далее. Нам надо идти домой. Time is up. И что мы ещё можем сказать? Behind. 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 Behind – это позади. So the key is behind my hand. You cannot see it because it's behind. I take the key from behind my hand. Из-за. Но есть ещё предлог, который обозначает из-за чего-то, по какой-то причине. И тут нам поможет, будучи причиной, будучи вызванной чем. Because. Такое слово. Because – это потому что. А если мы скажем because of. Because of. Из-за чего-то. Потому что, из-за чего-то. Because of me. Из-за меня. Because of you. Бладкая песня группы The Platters. Старая группа The Platters. Лундильщики. Because of you. Only because you are gentle. Only because you smile. I seem so sentimental. Only because of thine. Thine – это из-за тебя. Because of thine. Вот. Because of thine. Ну, хорошо. For the reason. Для причины. И так, мы встречаемся с предлогом for. For – для чего-то. А по времени он может обозначать в течение какого-то времени. Допустим. He was silent for a few minutes. Он был молчаливым в течение каких-то минут. Или I haven't seen my friends for a long time. Я не видел моих друзей в течение долгого времени. Допустим. I haven't seen my school friends for five years. Я не имею увиденными пока своих школьных друзей в течение уже пяти лет. И эти пять лет продолжаются. И мы скажем, если захотим, если бы предлог since. Since. С тех пор, как, допустим, since my childhood, с моего детства, since my grad, с выпускного вечера. Grad называется. Градация. Переход на другую ступень. I haven't seen my school friends since five years ago. Не хотим называть год. И говорим, с пяти лет назад. I haven't seen my friends since some time, by some time, for some time, and by now. К настоящему моменту. By – предлог, который очень креативный. Такой вот. This music was written by that musician, that band, that musician. Эта музыка была написана кем-то. That painting was created by Rubens. Допустим. Это полотно было создано Рубенсом. This sculpture was created by Auguste Jourdain. Auguste Jourdain. И эта скульптура была создана Auguste Jourdain. Мы можем сказать, by – это, да, это отвечает на вопрос творительного, творческого, креативного падежа. И поэтому так он используется. Но by в пространстве, например, не в абстракции, в пространстве можно означать мимо. Допустим, don't pass by. Не проходите мимо. I was walking by the house. I was walking by the house. Я был идущим мимо дома. Или I was walking by the house and взял и dropped, отделился от потока. Dropped by the house. I dropped by my friend's house. I dropped by my friend's place. То есть я зашел к своим друзьям. Я отделился мимо дома. I dropped by their place. I dropped by my friend's house. My friend's place. Я зашел к своим друзьям. Мы можем сказать, какие еще предлоги-то у нас бывают предлоги, предлоги. А вы знаете, спрашиваете, какие предлоги вам интересны. И мы устроим еще одну. Предлоги – это такая глобальная тема. И еще одну сессию объяснения того, что могут делать в английском с разнообразными предметами пространства и времени предлоги. Но скажу, что by – это не только креативный предлог, но по времени он обозначает еще by some time, к какому-то моменту. Помните, мы говорили о наличии уже сделанного к моменту? By the temporary milestone of finish. К такому вот мерному столбу, к моменту – by the checkpoint of some time. К какому-то времени. By the moment. В прошлом и в будущем. К моменту кто-то имел что-то сделанное. В настоящем моменту имеет. И к будущему моменту будет иметь что-то сделанное. Ну, так вот ведут себя предлоги. Интересно довольно-таки. Спрашивайте, какие случаи вам непонятны, допустим, в английском языке употребление предлогов. И самое главное. Не считывайте все это. Не принимайте за чистую монету такую тему, как фразовые глаголы. Иногда к глаголу, чтобы не объяснять предлогное управление, прибавляйте какой-то предлог потом. И получают какой-то русский перевод. Но русский перевод не предназначался для создания аналога в английском. Просто никто не оглядывался на русский язык, когда создавали английский. И поэтому есть глаголы, а видоизменяют их в русском языке приставки. Допустим, напечатать. To print. Напечатать наружу, как бы из принтера. Или из печатной машинки. Печатная машинка-то это a printer. To print out. To print out. Отсюда и слово распечатка. A print out. I would like to get a print out of my calls. So, I'm calling to the communication company and say, я звоню в компанию связи и говорю, I would like to have a print out of my calls. Approved by your sale. Вот там, заверенная ваша печать. Вот. Предлоги, хорошая тема. On prepositions. Ask me any questions about them. I will explain to you everything I know. I will use all of my experience in order to improve your usage of prepositions. Your use of prepositions. Ну, это, наверное, все на сегодня. Короткий такой вот у нас вышел урок. Спасибо за внимание. Thank you for your precious time, for your attention paid to our modest videos. And to the channel QS, английский язык, ваша активность помогает нам выращивать популярность канала. С вами был Олег Иванилов. Я желаю всем вам мира, добра и опыта. Хорошего опыта. Такого, который бы не отнял у вас что-то дорогое. Thank you. Stay with us.